Всем привет! Главным событием этой недели... Ау! Да понял я, понял! Всем привет! Главным событием этой недели, конечно же, станет презентация Samsung. Мы будем вести прямую видеотрансляцию с профессиональным переводом в нашем блоге, поэтому переходите 29 марта вот по этой ссылке и будьте в курсе всех событий первыми. А сегодня поговорим о новинках от Apple, свежей версии Android, что можно посмотреть в кино и во что поиграть. Поехали! 21 марта Apple представила несколько новых устройств. Как бы не совсем новых, но уж точно и не старых. Начнем с относительно бюджетного iPad. Он по сути является тем же Air, только с чипом A9. У iPad 9.7, именно так он будет называться, довольно старенькая начинка, но цена приятная. 329 долларов за версию на 32 гигабайта и 429 за 128. Варианты с LTE-модулями стоят на 100 долларов дороже. Также производитель порадовал нас новым вариантом окраса корпуса для седьмого айфона. Теперь его можно приобрести в красном цвете. И это все изменения, так как начинка осталась прежней. Продажи такого айфона начались 24 марта, но это не все обновления. Линейка SE пополнилась устройством на 128 гигабайт. Стоит упомянуть, что Apple также представила видеоредактор для iOS под названием Clips, целью которого является поверхностный монтаж коротких роликов, предназначенных в основном для соцсетей. Google решила покормить нас сладеньким, а именно обновленной версией своей операционной системы Android O. От предшественниц она будет отличаться более рациональным расходом батареи, появится режим картинка в картинке и возможность создавать адаптивные иконки, которые смогут подстраиваться под внешний вид и тему на смартфоне. Пользователь сможет выбирать, какие именно уведомления он намерен получать. Также Google заявляет, что значительно улучшится звук, передаваемый на Bluetooth наушники. Пока новая версия вышла только для разработчиков, но все еще впереди. Остальные пользователи получат к ней доступ осенью этого года. А теперь интересные новости, которые мы кратенько, но кропотливо вам изложим. Samsung подтвердила существование голосового помощника Bixby. По словам компании, он составит достойную конкуренцию ассистентам от Apple и Google. Bixby будет не просто помощником, а полноценным голосовым интерфейсом. Узнать о нем побольше мы сможем 29 марта на презентации Samsung Galaxy S8. И по слухам, это будет первый смартфон с данным ассистентом. Создан материал, который можно вплетать в ткань и использовать в качестве датчика считывания сердечных сокращений. Он достаточно гибок, не боится стирки и не вызывает дискомфорт при ношении. Пока волокна могут понимать только частоту пульса, но в дальнейшем планируется научить их измерять давление и уровень насыщения кислородом. Если верить слухам, студия Warner Bros. планирует запустить в 2024 году новую трилогию о Гарри Поттере. После окончания истории о Ньютис Командере. И это неудивительно. Студия рассчитывает сделать нечто похожее на Звездные войны Пробуждение Силы, где старые герои представляют новых в общей, уже знакомой истории. В прошлом выпуске мы уже говорили за выход новой Mass Effect Andromeda. Но на всякий случай напомню, что 21 марта она стала доступна для покупки и скачивания. Сегодня же скажем, что игровая общественность приняла данный продукт достаточно холодно. Так что советуем почитать рецензии перед приобретением. Слушай, Вася, а ты будешь покупать новый Mass Effect? Ха, конечно. Смекаешь? В целом, прошедшая неделя не радовала крупными игровыми релизами. Кроме Андромеды, конечно. Но можете обратить внимание на Vikings Wolves of Midgard. Приключенческую экшн-рпг, завернутую в обертку скандинавской мифологии. В которую можно поиграть как в одиночку, так и в кооперативе. И под конец напомню о вещах, которые вы уже можете послушать или посмотреть. Gorillaz выпустили трек Saturn Bars из плавно приближающегося альбома Humans, релиз которого ожидается 29 апреля. Данная песня вышла в сопровождении с одноименным клипом. Кстати, есть и версия для VR-очков с углом обзора в 360 градусов. Но не имея такого девайса, видео можно покрутить мышкой. Но это уже не так интересно. Также любителям инди-рока предлагаем обратить внимание на альбом Damage & Joy от группы The Jesus & Mary Chain. Но если вы хотите расслабиться и просто включить что-то фоном после тяжелого рабочего дня, можно ознакомиться с альбомом хип-хоп фанк инструменталов от Бюрократик под названием Beats 4. На выходных вышел долгожданный трейлер фантастического супергеройского блокбастера Зака Снайдера Лига Справедливости. Вполне возможно, вы его пропустили, в чем я сомневаюсь, учитывая обильное количество тизер-трейлеров трейлера. А в кино уже можно посмотреть фантастический триллер «Жизнь». В главных ролях Райан Рейнольдс и Джейк Джелленхолл. Стоит также упомянуть о выходе ремейка «Могучих рейнджеров» или посоветовать сходить всей семьей на комедийный мультфильм «Бэйби Босс», что я сейчас благополучно и сделал. На этом все. Надеюсь, каждый из вас нашел в этом выпуске что-то для себя. Мы всегда читаем ваши комментарии и готовы выслушать, какие еще темы могут вас заинтересовать. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Не забывайте о прямой трансляции из Нью-Йорка, посещайте наш блог и смотрите прошлый выпуск где-то здесь. Увидимся через неделю. Пока!